Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Начнем с визита в регион замгенпрокурора России Дмитрия Демешина. На заседании коллегии прокуратуры, где подводили итоги работы, он указал на проблемы Алтайского края и потребовал их решить. Список немаленький, озвучу лишь несколько. К примеру, он поручил разобраться, почему задерживается строительство социальных объектов в крае. Речь шла также о качестве автодорог, несоблюдении условий перевозки пассажиров, проблемах дольщиков, доступности оказания медицинской помощи населению в условиях дефицита кадров. Замгенпрокурора отнюдь не обрадовали и митинги против роста тарифов ЖКХ в крае. Демешин поручил властям края и прокуратуре разобраться с ростом тарифов, как, впрочем, заняться решением всех проблем из этого списка. Кстати, на митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ вышли сотни барнаульцев. Напомним, второй раз за год тарифы повысили в конце 22-го. Скачок платежей в квитанциях вызвал волну негодования среди населения. С этого момента массовые акции протеста волной пошли по всей стране. Дошла очередь и до Барнаула. Валентина Аскерова поделится итогами акции. Мы пенсионеры уже вообще скоро не сможем платить за квартиру. За двухкомнатную квартиру отдавать 9 с лишним тысяч – это много. Несколько минут до старта, а люди все идут. Согласованный митинг против роста цен на тарифы ЖКХ проходит на периферии, в сквере, на потоке. Протестовать в центре города организаторам не разрешили. Судя по количеству собравшихся, та проблема, против которой мы сегодня вышли, не зависит место, где мы будем проводить. И сегодня пришли люди, чтобы выразить свой протест. Помимо барнаульцев на митинг приехали жители Заринска, Первомайского района, отдаленной Кулунды и Рабова. Резкий взлет тарифов на коммуналку объединил практически весь край. Невозможно тяжело, потому что те дотации, которые пенсионерам дают, это смешно. Если бы только повышались тарифы на ЖКХ, цены, к сожалению, везде и во всем растут. В этом главная тяжесть. Рост ЖКХ, который совершенно ничем и никак не оправдан, и совершенно никто не отчитывается перед людьми, куда пошли эти деньги, и только все больше и больше и больше, уже, конечно, всех очень сильно напрягают. То есть нужно как-то все-таки поворачиваться лицом к людям. По оценкам организаторов, протестовать вышли более 600 человек. Полицейские назвали цифру в несколько раз меньше – 270. Тем не менее, известно, что на мероприятии удалось собрать около 400 подписей за снижение тарифов. Многие горожане посчитали митинг хоть и полезным, но не совсем своевременным. Этот митинг надо было проводить тогда, когда только подняли вопрос о том, что будут самый высокий процент тарифов у нас на Алтае. Самый бедный регион и самый высокий процент за тарифы. Нужно было это делать в ноябре. Сейчас вот это просто, я думаю, пафос какой-то, что ничего не будет. Если возвращаться к ЖКХ, ощутимо? А к ЖКХ-то что? Конечно, ощутимо. Ну, куда годится? Ну, вы послушайте, что они там делают. А толку-то, что? Да, ну, даже говори. Известно, что практически параллельно с барнаульским митингом в Камни-на-Аби прошла аналогичная акция, тоже согласованная. А что касается бейска, то организаторы уже третью неделю не могут согласовать митинг с властями. Провели несогласованные, выразили протест в гайд-парке, где можно собираться до 100 человек. На акцию вышло 40 бейсчан. Кстати, все собранные под резолюции, принятые на митингах подписи, организаторы направят в правительство России, прокуратуру, антимонопольную службу и еще ряд ведомств. Всего в резолюции 8 пунктов. Один из которых – требование лишить руководства регионов возможности дополнительно повышать тарифы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Далее материал с душком. Наша съемочная группа опять столкнулась с черными осенизаторами, которые сливают отходы в неположенных местах. Страдает природа, люди, которые живут рядом. Но почему-то местные ведомства до сих пор не нашли управу на осенизаторов с низкой социальной ответственностью. Тему продолжит Ирина Корчагина. Простой девиз черных осенизаторов. На снегу фекальная тропинка – как свежее доказательство. Недавно здесь были те, для кого деньги не пахнут. Это фильтрационные поля в индустриальном районе. Земля федеральная. Сейчас она передана аграрному университету. Вот только место облюбовали городские осенизаторы. Хотя поля рассчитаны только на нужды университета. А они явно не сопоставимы с тем объемом отходов, которые сюда сливают. Они говорят, что сейчас весна. Вы здесь перекроете, мы вот туда дальше поедем. То есть ваша территория вот здесь заканчивается, мы будем рядышком лить. Вот сюда, в канавы, на поля. Нюхайте. Мы только приехали, и осенизаторы долго не заставили себя ждать. Здравствуйте. Снимаем. Как сюда ездят черные осенизаторы сливаются? Почему черные? А сюда зачем ездить? Машина сломалась. Сюда поехали. А так вы здесь не сливаетесь, да? Ближек нет. Просто сломалась машина? А вы не боитесь, что у вас нос вырастет? Нет. Вы врете? Сейчас водитель напишет в чате к осенизаторов, что на полях облава пройдет пара часов, и они вернутся на место. И вот, пожалуйста, водитель на якобы сломанной машине. Точно это вам нравится. Ранее мы уже приезжали сюда и тоже попадали на осенизаторов. Платить за официальные точки слива, где отходы проходят очистку, они не хотят. Отметим, что бизнес на фекалиях приносит очень хороший доход. Одно дело, когда не было рядом места официального слива, и надо было везти, вот ближайшее было на космонавтов на полигоне. Понятно, что здесь огромное плечо, огромные затраты транспортные и так далее. Но здесь проезд южный, вот он рядом. Больше всего страдают люди, которые живут вблизи и круглогодично не могут открыть окна. Они уже обращались в различные ведомства. Специалисты приезжали, фотографировали, фиксировали. А толку? У меня прям все три окна из дома выходят сюда. Например, суббота, воскресенье, в доходе до того, что три машины стоят, вот сливаются прямо в поле, они даже сюда здесь не могут на пятаке, вот на этом развернуться. То есть их количество по семь, по восемь одновременно. Мы купили этот участок в десятом году. Вот 13 лет, и вот когда мы слышим на свои обращения, что да что вам, мы вот не в курсе, вот это все неправда. Теперь людям интересно, куда смотрит Росприроднадзор, природоохранная прокуратура. Недавно стало известно, что на проблемы обратил внимание депутат Госдумы Данил Бессарабов. Быть может, такое внимание растормошит местные ведомства. Мы все-таки должны думать о месте, где мы живем, что мы оставим детям, внукам. Загадить-то природу легко, попробуй потом ее восстановить. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. Масштабная трагедия в Турции уже вторую неделю у всех на устах. По последним данным, разрушительное землетрясение унесло свыше 38 тысяч жизней. Общемировая катастрофа невольно вернула жителей края и его столицы в 2003 год. Тогда до нас докатились отголоски сильнейшего чуйского землетрясения. Благо, люди отделались испугом, а многоэтажки устояли. В нашем материале мы попробуем дать ответ на вопросы. Устоят ли алтайские дома при серьезных подземных катаклизмах? И что делать, если трясти начнет, к примеру, прямо сейчас? На фото куски грунта, которые в момент сотрясения откололись от гор. Мощнейшее землетрясение в республике Алтай 2003 года нарисовало татуировку в виде оползня. Эти фотографии сделала Ирина Дмитриева, гид по горному Алтаю. Местные жители до сих пор помнят масштаб разрушения. Подземные толчки магнитуда в 7,3 практически уничтожили поселок Бельтир. Люди выжили. А вообще, рассказывает Ирина, землетрясение в горном происходит регулярно. Большинство проходит незамеченными, но иногда трясет сильно. Помню как-то пятибальное землетрясение. Я сидела в момент на скамейке, которая стояла на улице. И вдруг эта скамейка захотела меня с себя сбросить. Что-то подобное ощутили 27 сентября 2003 года барнаульцы. Многие помнят, как земля уходила из-под ног. Стоял дома, что-то все зашаталось. В ощущение неприятное, когда пол выпрыгивает из-под ног. Утром пошел на массаж, и когда начало корежить, массажистка убежала, и я убежал. Когда началась тряска, нас всех по-быстрому эвакуировали из школы. Это была 55-я школа Ночкалова. Какой-то страх, мандраж у ребенка был. Полнейшее непонятие того, что происходит. В момент землетрясения доктор географических наук Геннадий Барышников был в отъезде. По возвращении отправился в экспедицию в республику, в эпицентр. Подземные толчки, хоть и слабые силы, еще продолжались. Ночью случился толчок очередной. И, представляете, кровать наша поехала ночью. Офицер забегает. Вы живы, вы живы здесь. Да живы мы, все нормально. Это уже было 10 октября. Подземные толчки, это авторшоки были. И они вот так проявлялись. Сегодня многие сравнивают чуйское землетрясение и турецкое. Магнитуда примерно одинаковая. Масштабы катастрофы кардинально разные. Ученые дают ответ. В Турции до 30 лет назад строились дома не по той технологии, какой должна быть при сейсмоподвижках. Какие дома строились? Они делали каркас металлический и стены выкладывали из кирпича. Причем кирпич был облегченный с полой, по сути дела полой, с перегородками небольшими. Поэтому эти дома все были разрушены. Сейчас в мире есть приборы, фиксирующие уже случившиеся толчки. Но нет оборудования, которое предскажет будущее. Назовет точную дату и время землетрясения или того же цунами, поясняет Геннадий Барышников. Однако поведение животных может намекнуть на грядущую природную бурю. Тогда, когда в Индонезии произошло сильнейшее море трясение, так вот, змеи, оказывается, и слоны почувствовали первое такое землетрясение. Слоны все ушли в горы, змеи тоже ушли, уползли. Если в мире нет достоверного способа прогнозирования, то разработки умного оборудования, который минимизирует масштабы катастрофы при землетрясении, идут полным ходом. В частности, алтайская компания совершенствует умные шкафы. Мы хотели бы попробовать, по крайней мере, заложить в свои шкафы такое решение, которое позволяет им при возникновении каких-то толчков, вибраций, да, неестественных для, скажем так, места установки, давать сигнал на отключение нагрузки. То есть, по сути, обесточивать все те электроприборы, которые есть в доме. Если вдруг что-то, какую-то конечность придавило, мне двигать завал. Урок УБЖ в 53-й школе. Катастрофа в Турции с многотысячными жертвами заставила нас вспомнить школьную программу. А ведь там изучают правила поведения при землетрясении. Но многие ли о них помнят, да и свою актуальность часть правил уже утратила. К примеру, что в момент толчков стоит прятаться в ванны, рассказывает учитель барнаульской школы. Современная застройка немножко изменилась. И современные ванны у нас идут акриловые. Это советского производства, которые были ванны чугунные, в тех можно было спастись от, скажем так, падающих плит. То в современной ванне уже спасения вы не найдете. Поэтому надо искать такие места дома. Если стихия застала вас дома, нужно держаться подальше от бытовых приборов, шкафов, окон. Рекомендуется залезть под стол. Главное, не стеклянный. В момент сотрясений прижаться к несущим стенам. При возможности покинуть помещение. По лестнице. По лифту нельзя, тросы могут оборваться. А вообще такие меры предосторожности для жителей Алтайского края крайне важны. Уж слишком близко Горный Алтай. В Барнауле магнитуда 7,5 не произойдет землетрясение. Производят несколько линии же. Давайте так. Повредятся ли здания? Да, повредятся. Много зданий? Да, много. Ежегодно рассказывают географы. В мире происходит около 8 миллионов землетрясений. Естественно, большую часть люди просто не ощущают. Но что касается горной местности, то там нужно быть на чеку вдвойне, поясняют эксперты. Что провоцирует землетрясение? Это камнепады, сход лавин, сход грунта, сели, обрушение ледников. Собираясь в горы, ты должен быть правильно экипирован и иметь соответствующие знания. В горах на земле подземная буря может настигнуть везде, в любой момент. Что касается нашего города, то разрушительные землетрясения Барнаулу не грозят. Но все мы путешествуем, покоряем горные вершины, отдыхаем на море. Вот где необходимо соблюдать предельную бдительность. Насколько это вообще возможно в отношении стихий? Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. В Малтайском крае продолжают гулять гриппы ОРВИ. Так, из-за большого числа заболевших закрыли 4 школы в Олейском, Егоревском, Троицком и Целинном районах. И 207 групп в 120 детских садах. Когда заболеваемость пойдет на спад, и действительно ли в регионе растет число ковидных больных? Ответы в нашем сюжете. Четвертый месяц подряд в крае гуляют грипп и ОРВИ. Но их разгул, говорят специалисты, уже подходит к концу. Правда, есть еще закрытые на карантин группы в детских садах и даже целые школы. Но уже третью неделю подряд детей ОРВИ болеет все меньше, а вот взрослых стало на 10% больше. Сейчас тоже меняется циркуляция вируса. Если в ноябре, в декабре у нас циркулировал вирус гриппа H1N1 пандемический, то сейчас уже присоединился и превалирует вирус гриппа В. А именно В, как выясняется, зачастую замыкает циркуляцию вирусов ОРВИ и гриппа. Но прежде чем попрощаться, он успевает изрядно вымучить. Болеют им долго и с осложнениями. Примечательно, что он на таком фоне начал проявлять себя и ковид. Его подъем сейчас подтверждают специалисты Роспотребнадзора. Сейчас тоже циркулирует омикрон. То есть мы как бы к нему уже привыкли. Уже часть защитилась вакцинации. Поэтому регистрируется. Имеется место подъем, но он не такой большой, как был в прошлом году. Так в феврале 2022 в край за неделю регистрировали больше 30 тысяч больных коронавирусом. Сейчас же около 500. И такая статистика обнадеживает, говорят в Роспотребнадзоре. В этом году корона давить не должна. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком. Дальше озвучу такой итог. Не недели даже, а нескольких. В барнаульских трамваях с внедрением новой бескондукторной системы оплаты проезда стало больше зайцев. Об этом сообщили журналисты нашего сайта, накануне прокатившись в семерке. Напомним, в краевой столице уже три недели колесят несколько вагонов, оборудованные терминалами самообслуживания для безналичного расчета. Вот только оказалось, средства оплаты часть пассажиров игнорирует. Каждый шестой выходит на свои остановки, так и не рассчитавшись за проезд. Ну а следующая новость многих порадовала. В крае возобновляют производство лекарства. В аптеках, в частности, изготавливать препараты по рецептам уже начали в барнаульском филиале государственной аптечной сети. Какие именно растворы, суспензии и эмульсии будут готовить, что называется, не отходя от кассы, сколько они будут стоить и зачем решили вернуться к старой практике создания лекарств персональной сборки. В сюжете Елена Макаренко. Начинающий провизор толчет в ступке вещество, которое станет основой для будущего лекарства. Его изготавливают не на фармзаводе, а в небольшой ассистентской помещении, которое находится прямо за аптечными кассами. Здесь вот у нас есть стол химик-провизор-аналитик, который эти лекарственные средства проверяет, и сами же мы их продаем. Первое лекарство собственного производства здесь продали 9 февраля. Пока изготавливают лишь 150 лекарственных форм. Но со временем, уверены специалисты, ассортимент удастся нарастить. Потребность в таких препаратах высокая. Мы знаем, что на рынке в основном фармацевтическое производство не выпускает детские лекарственные формы в том объеме, который требуется. Это и в педиатрической практике, и в офтальмологической практике. Я считаю, что даже в кожно-дерматологической практике препараты, которые можно изготовить в аптеке, они актуальны. Аптечные рецептурные препараты, говорят специалисты, всегда пользовались спросом. Недорогие, но эффективные. Благодаря тому, что при их создании учитывают не только диагноз, но и индивидуальные особенности больного. Возраст, вес и другое. Индивидуальный подход к лечению всегда лучше, чем шаблонизированный. Возобновить процесс аптечного производства, признается руководство сети, отдалось непросто. После объявления нашей стране санкций возник тотальный дефицит субстанций, на основе которых создают препараты. Но с несколькими поставщиками договоры заключить удалось. Ближайшая из них – компания из Новосибирска. Вот эта субстанция на какие препараты, в частности? Какая? Вот, например, вот это вот идет, это наружная. Это наружный блок у нас этот, это идут мази, болтушки с крахмалом, с тальком, с цинкаокиси. Очень популярные были. Мы сейчас возобновляем, снова будем их готовить. Это при дерматитах. Аптечное производство свернули в Россию около 10 лет назад. Тогда провизорам запретили самостоятельно готовить препараты, которые уже зарегистрированы и имеют фармлицензию. И никаких программ по поддержке производственных аптек до сих пор не было. Но в ноябре прошлого года Совет Федерации одобрил закон, возрождающий хорошо забытое старое. Самым сложным этапом, говорит директор Алтайской сети, оказалось лицензирование. И вот что удивительно, параллельно с процессом возрождения персональной сборки лекарств в Барнауле, в Бийске недавно ликвидировали единственный муниципальный рецептурно-производственный аптечный отдел. 8 его сотрудников сократили. Мы обращались за помощью в администрацию города, администрацию края, в Министерство здравоохранения и писали письмо Владимиру Владимировичу Путину. Но все ссылались на Министерство здравоохранения края. Краевой Минздрав, рассказывают бывшие сотрудники, называл им разные причины закрытия отдела. Нерентабельность аптеки, необходимость ремонта, отсутствие обязательных по закону сотрудников, таких как провизор-аналитик. На открытии Барнаульского филиала министр здравоохранения заверил, что и наукоград все же не оставят без производственной аптеки. Но пока не ясно, когда и по старому ли адресу она откроется. А в Бийске когда, в какие сроки? Я вам сейчас не смогу это сказать, поскольку мы находимся в поиске именно сотрудника. Из тех сотрудников, которым было предложено пройти обучение, не согласились они с этим, поэтому мы сейчас ищем именно, подбираем работника туда. Я являюсь провизором-аналитиком, но диплома именно аналитика у меня нету. Я провизор, провизор-технолог. Как говорилось аптеками Алтая, они «учитесь, учитесь», но конкретных предложений не поступало. Это в плане конкретно, как это будет происходить, какая зарплата будет, будут ли они оплачивать обучение, сколько это по времени. Я готова учиться. Сейчас в медицинском вузе обучаются четыре будущих аналитика провизора. Все они на целевом наборе, один закреплен за государственной аптечной сетью. Направит ли его в Бийск вопрос открытый, как и то, сколько в общей сложности производственных аптек планируют возродить в крае. По словам министра здравоохранения, для создания сети и приемлемых цен на препараты, нужно сначала нарастить спрос и в разы увеличить ассортимент. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульские общественники не оставляют надежд на преобразование убитого пустыря за крупным торговым центром в индустриальном районе Барнаула в зеленую парковую зону. Сейчас этим занялась инициативная группа. Неравнодушные жители города заинтересованы эксперты – географ, архитектор, эколог. Последний, кстати, уверен, если не сейчас, то это место ждет экологическая катастрофа. С подробностями Мария Мацаева. Пока пустырь по-прежнему остается мертвой зоной в самом центре оживленного района. Строительный и бытовой мусор скрываются под снегом, а овраг осыпается и становится глубже. Представить эту территорию ухоженной пока очень трудно. Несмотря на все усилия общественников, субботники и запрет завозить мусор на точку. А во время зимы место и вовсе превратилось в сплошной ледник. Жители рассказывают, что каждое утро наблюдают картину того, как приезжают грузовые машины и сбрасывают сюда тонны снега. Люди боятся, что весной здесь начнется просто нереальный потоп и грязь. А также обеспокоены тем, что реагент, который содержится в этом снегу, ведь привозят его почти со всего города, скоро окажется в том водоеме. На этом видео момент сброса снега. То, что туда сейчас вывозят, это действительно незаконно. Загрязненный снег, он же тоже как бы четвертого класса опасности, он нефтепродуктами и реагентами. Верхний слой плодородной почвы, он уже уничтожен. Опасен такой снег и для местного водоема в Овраге. Участники инициативной группы говорят, что там есть подземные родники, которые, возможно, являются началом реки Пивоварка. Уточнили у сотрудников Русского географического общества, что это не просто вода, не какие-то сточные воды, а выход именно воды, выход грунтовых вод. Решаем вопросы о включении этих водоемов в реестр водных объектов. Если там действительно находятся истоки реки Пивоварка, то это подземные воды, это все уйдет. Засыпать мы не имеем права, то есть это действительно нужно облагораживать. Все предприятия, которые окружают какие-то ливневые истоки, это все нужно уводить от этой территории. А загрязнение водных объектов по законодательству не разрешено. К слову, примечательным это место оказалось из точки зрения фауны. Об этом, кстати, нам рассказал случайный прохожий. Тут и птиц полно всяких. Соловьи, воракушки, горлицы прилетают. Ну, орнитологи знают. Щурки живут в обрывах. И такая зеленая зона, причем она такая естественная. Вот она уже сама тут есть. С таким природным багажом и ландшафтом пустырь пока не поздно можно возродить и создать оазис прямо в черте города, добавляют эксперты. К тому пример история парка Изумрудный. Из некогда погибающей и запущенной территории смогли сделать притягательное для горожан место. А все благодаря запросу самих людей. К тому же сейчас существует множество программ по озеленению города. Это отличный шанс обратить внимание властей на судьбу пустыря. Такая территория может быть включена в перечень объектов для голосования в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Я думаю, что если это будет сделано, то, соответственно, не будет проблем с победой на этом конкурсе, потому что слишком много людей заинтересовано по появлению здесь парка. И мощный запрос общественности на создание парка действительно есть. Инициативная группа создает паблики, где каждый может принять участие в обсуждении, высказать мнение о том, что хочет видеть на месте пустыря. Как подчеркивают горожане, точка хоть и капризная, затратная в плане обустройства, но перспективная экономически. Благодаря удобному месторасположению она может стать выгодной и для местных ТЦ, и для продавцов недвижимости. Ведь парковая зона лишь привлечет больше наплыв посетителей и улучшит облик района. Мария Мацава, Александр Антропов. День с толком. Потенциал урожайности у целинных земель выше, чем у земли, которую ежегодно вспахивают и обрабатывают по современным стандартам. В этом уверены ученые, которые встретились в Бурнауле в рамках конференции. Тема нестандартная. Технология посевов. Называется no-till, что означает без вспашки. Расшифруем почва, не обрабатывается, а семена размещаются с помощью сейлок для прямого высева. В России такую технологию применяют 5-7% сельхозпроизводителей, а в Аргентине, к примеру, 90%. По словам ученых, при таком подходе земледелие максимально приближается к природному. Микроорганизмы в почве сохраняются и развиваются. Какие еще плюсы этой технологии называют специалисты и к чему обязывает фермеров такой подход? Об этом нам рассказала ведущий научный сотрудник Ростовского федерального аграрного научного центра Ольга Томашова. Чем лучше развита микробиологическая жизнь, тем лучше идут процессы, которые отвечают за образование гумуса, за улучшение кладородия. То есть, когда мы не разрушаем почву, мы не обрабатываем ее, тогда созданные микроорганизмами почвенные агрегаты, они остаются целостными, они водопрочные, они улучшают водопроницаемость почвы, водоудерживающую способность. То есть, по всем показателям плодородия почвы, эта почва становится более приемлемой для того, чтобы выращивать любую сельскохозяйственную культуру. Конечная цель, конечно же, это повышение урожайности. Любая плодородная, ну если сравнить две почвы, одна плодородная, одна неплодородная, конечно, плодородная почва, она способна удовлетворить все потребности растения в элементах питания, во влаге. Если мы возьмем сравнение с целинными почвами, вот что сейчас происходит в сельском хозяйстве, и какие проблемы современного земледелия нас сталкивают с тем, что и в аграрном бизнесе появляются проблемы. Если сравнить с целеной, то мы увидим, что целина выигрывает. То есть, действительно, например, содержание гумуса на целинных почвах 6%, в то время, когда вот рядышком через дорогу на соседнем поле, которое обрабатывается орудиями, всего лишь 2,5-3%. Это большая разница, и когда мы говорим, что маутил – это близкая технология к природе, мы имеем именно то, что мы не обрабатываем почву, мы ее не разрушаем, и она, и вообще плодородие почвы – это процесс такой самовосстанавливающийся, если нам меньше вмешиваться. В Аргентине 90% земель сельскохозяйственных ведутся по этой технологии. У нас в России по статистикам разным – это где-то 5-7% в различных регионах. В основном этой технологией занимаются южные регионы или регионы, где засушливый климат. Важный момент, что сегодня есть экономическая подоплека, в том плане, что дорожают семена, дорожают средства защиты растений, дорожает топливо. Эта технология позволяет снизить затраты из-за того, что меньшее количество операций на поле, меньшее количество проходов по полю, меньше требуется людей для того, чтобы обслуживать площади сельхозпредприятия. Поэтому очень много преимуществ и в большей степени эта экономическая подоплека становится основой для большинства сельхозпроизводителей. Психологический аспект, что как управлять на поле с помощью плуга или с помощью культиватора или диска, нам понятно. Вот поле зарастает сорняками, мы пришли и обработали, и мы этим управляем как бы все логично и прямолинейно. А в этой технологии много неизученности, особенно по регионам. Потому что та технология, которая в Аргентине, это все-таки аргентинская технология. У них другое количество осадков. Мы приезжаем в наши условия, нам нужно ее обязательно адаптировать. А это несколько лет и практически научной работы. Нет программ, это большая тоже проблема. И думаю, что то, что мы проводим эту конференцию в Аграрном ВУЗе, это прям хороший знак. И это говорит о том, что и аграрии, и министерства Алтайского края, они идут в ногу сельхозпроизводительным. Должно пройти 4 года. Должно пройти время для того, чтобы восстановилась почва, восстановилась биота и запустились процессы, когда мы не будем видеть определенное снижение урожайности. На этих конференциях, вот как сегодня, мы делимся опытом. Опытом своего продвижения в этой технологии. Когда-то мы были на примитивном уровне, то есть мы когда-то только не трогали почву. Первое правило – не пахать. Второе правило – это правильный севооборудок. Те сельхозпроизводители, которые составляли правильные севообороты, они закручивали систему уже и раскручивали ее как маховик. На сегодня четкая тенденция всех, кто перешел на технологию прямого посева – это почва покровной культуры. Почва покровной культуры нужна для того, чтобы максимально восстановить плодородие, чтобы насытить эту почву органикой. Следующий этап будет – это именно работа с микроорганизмами. Для того, чтобы обогатить биоту, для того, чтобы она была здоровой, потому что когда будет здоровая биота, будет здоровая почва. Этой почве будет минимум необходимое удобрение. Она не будет нуждаться ни в пестицидах, то есть она будет защищена вот именно этими микроорганизмами. Это большое будущее за этой темой, и я думаю, что лет через пять это будет уже многим аграриям понятно, доступно. И в этом важность науки сегодня продвигать эту тему, чтобы производители не только видели, вот здесь внесли удобрение, и вот здесь мы получили результат. А чтобы они понимали, какие процессы происходят в почве, чтобы они управляли этими процессами и получали высокие урожаи. В этой технологии нет возможности полениться или там расслабиться. В этой технологии каждые два дня ты будешь в поле. И даже зимой сейчас телщики ездят по полям, они замеряют высоту снега на обычных полях, высоту снега там, где стерня, высоту снега там, где прошла чувствующая жадка. Во вторник был день Святого Валентина. Сейчас в России его отмечают уже не так масштабно, как, к примеру, лет 10 назад. Свои праздники появились. Но те, кто хочет признаться, наконец, в любви или порадовать свою половину подарком, его все равно отмечают. А мы решили рассказать о паре, которая образовалась почти на наших глазах. Два публичных человека. Ведущая мероприятия и ведущая рубрики «Соня может», Соня Сопрыкина и автор ютуб-канала «Павел ПРТВ» Павел Плотников за год успели влюбиться, пожениться. А скоро в их семье появится ребенок. В праздничный день Анастасия Дороган узнавала секрет их стремительных отношений. Ну давай, ну давай, Паш. Я вообще нетерпеливая. Я не рыбак. Говорила Соня Сопрыкина в прошлом феврале. Для передачи «Толка» блогер Павел Плотников учил ее бурить лунки и вытаскивать рыбу. Соня словила Езя и сердце Павла, за один день покорив мужчину. Не искала я себе мужа. Вот честно скажу, не искала. Она попала полностью. Именно внешне в мой вкус. А потом я уже начал задавать каверзные вопросы какие-то издалека, так скажем. А ты замужем? Каверзные вопросы? Это был уже в лоб просто. А встреча могла не состояться. Эта съемка была второй. Флешку с видео первой рыбалки случайно стерли. После знакомства Павел начал усиленно ухаживать. Дарил подарки, приезжал за 450 километров и постоянно был на связи. Настойчивость покорила сердце Сони за короткий срок. Недели три. А спустя полгода они поженились. Признаются, что иначе и быть не могло. Оба стремительные, похожи по характеру и совместимы в быту. Никто не разбрасывает носки, не встает рано и оба смеются над ситуациями и собой. Мы два тролля, грубо говоря, которые постоянно ржут друг на другом. И она даже ржет надо мной больше, чем я. Пашка хотел на Мальдивы. Поедем вон ловить рыб. В свадебное путешествие пара отправилась в Томскую область. Там Соня поймала свою первую семикилограммовую щуку. Уже год она любит рыбалку и верит в настоящую любовь. А Павел за это время, признается, стал лучше выглядеть и грамотнее работать на камеру. Жена ведущая дает советы. Но сейчас супруги готовятся к пополнению. Скоро их в семье будет трое. Мне кажется, так и должно быть. Но чего тянуть-то, если понимаешь, что это то, что это? Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...